Всем привет, дорогие друзья! С вами очередной выпуск подкаста Желтая Змея и его ведущие. Тимофей. Здравствуйте, товарищи. И я, Алексей Фетисов. У нас сегодня в гостях Михаил Котенок. Привет, Михаил. Привет, ребят. Михаил пожилой игрок на NA2 армиях и, как никто другой, может подробно рассказать нам о сегодняшней армии, а именно Бкари Компани. Ну, не знаю. Наверное, надо упомянуть, что Тимофей уже играл на Икари и, в общем-то, у нас даже есть обзор, если я правильно помню, о том, как играть. Антон на Квисацию, да. Но после Fairteam Update мы ничего не делали с NA2, в принципе, на самом-то деле, практически. Ну, кроме Японии, Дашато и Старко. И вот сейчас самый момент, чтобы кто-то более шарящий пришел да рассказал нам, как она и тупо живает. И Икари очень хороший экземпляр для этого, как будто бы. Что вы можете вообще, Михаил, сказать, как вам Икари? Как вам Икари в сравнении с Японией? Наверное, надо озвучить, что очень много юнитов Икари перекликаются именно с Японии, а не с какой-нибудь другой армией. По сути, это ее такой небольшой подсекретариал наемничий. Вот, интересно, по сути, что ты думаешь? Да, ну, все литерали так. Начиная с выхода Икари, это же вот этот полковник Икари и его бандиты с большой буквы. Они, ну, естественно, костяк — это всегда Япония. И, ну, даже юниты, половина ростра, а то и большая его часть будет всегда, ну, это просто именно реально секретариал Японии с дополнительными мерками. Чувствуется секретариал в сравнении с Японией сейчас намного хуже, потому что раньше это был такой сильный секретариал с дешевыми юнитами, не было ограничений там по юнитам, по количеству юнитов. Были хорошие фаиртимы, которые, ну, просто работали, потому что были полные бонусы и так далее. Сейчас проблема в другом. Проблема в том, что с новыми фаиртимами потерялись... Ну, композиций больше нет. Ты не можешь сделать эффективную, хорошую композицию. Единственное, за что придется, ну, хвататься — это как раз за миксование более дорогих и более дешевых юнитов. Ну, что сказать. Сектариал, на самом деле, стал сильно слабее, если в N3 это мог быть один из топов. Мне даже посчастливилось один турнир взять за икари. То в N4 это, ну, один из аутсайдеров по силе. И в сравнении с Японией, которой, ну, очень много различных вариантов насыпали, хоть там, да, фаиртимы стали послабее, но все еще Япония — это разнообразная в плане тактик армия, то здесь разнообразная в плане армии тактик, у которой все ресурсы чуть-чуть слабее среднего. Ну, в этом главная беда икари. То есть все есть, но все очень печально и плохо. Помнится, до фаиртим-апдейта у нас были возможности, ну, хоть как-то там собираться дешевые линки, и тогда всегда была композиция, поэтому мы стреляли неплохо, бегали по столу в целом тоже неплохо, несмотря на то, что у нас не было Харриса да Якая с танка, который появился, и друзов тоже не было, которые тоже появились после фаиртим-апдейта. Но в целом, мне кажется, жилось чуть-чуть получше. В N3 действительно этот потрясающий спам четырьмя эмпетосными десантниками, которые, падая на стол, еще и не теряли свой рек-приказ. Ух, в общем, да, тогда было куда веселее. Карракотенба, кстати. Угу. Ну, не суперкрутой, вообще без проблем они могут. Это дешевые дымы, ты всегда мог взять условный багажник Ева с Рюйши, накидывать еще тот марксманшип, который еще и шок давал. Тоже приятно. У тебя всегда была хорошая месла на АРО, потому что танка там полномяки и социума посидеть вообще без проблем. Ты мог даже в соло выводить до Якая, он тогда был хорош. Сейчас в Харрисе он еще лучше, на самом деле. Но он и тогда в одиночку был хорош. А если вот сейчас внезапно захочется собирать армию, ну вот, ну очень захочется, вот и кушать не могу, хочу за Якари играть, с чего стоит начать? Очевидно, нужно начать с японской базы. Первое, наперво, естественно, Йожимба. Йожимба — это один из лучших байкеров в игре. Для меня он лучший байкер в игре, он прекрасен, он имеет меметику, он импетусный, у него есть НВИ, у него иммунити к критам. Да, у него нет иммунити к шоку, но иммун к критам тоже, ну, дает небольшую специфику, что ты можешь выйти на бомжа, и ты знаешь, что он тебя, ну, точно не убьет критом. Это тоже такой важный волевой момент. У него есть коалы, коалы, которые быстро едут. Он характер, он ветеран, может выполнять карточки, у него есть дым. Он хорошо дерется в мели, и он действительно... Ну, у меня Йожимба часто дрался в мели, потому что он хорош. Поэтому с него, ну, в любом случае, нужно будет начинать, что вы собираете Японию или Икари обязательно. Следующее — это японский бокс. Ну, японский бокс, потому что вам нужен даёкай, которого нет нигде, а он хорош. Вам нужны кейсотсу. Рюкенов можно отыгрывать как броулеров, ну, на первое время, как бы вполне валидный вариант, но вряд ли вам кто-то там сильно что-то скажет. А у Нивабана можно отыгрывать ниндзю-хакера, ну, потому что он выглядит как ниндзя, и вы его покрасите в чёрный, и он будет выглядеть как ниндзя, и никто даже не поймёт, что это не то. Ну, для начала миниатюра должна появиться на столе, а это уже совсем другая история. Да, да. А Крош и Райдер — отличный Деспирада, да? Потому что Йожимба-то у нас уже есть, а Деспирада, кстати, от оф-продакшен, их больше не взять. Это, кстати, вполне валидный вариант на любом турнире, соответственно, это сработает, ну, потому что буквально нельзя купить Деспирада, а Деспирада могут быть полезны. Ну и, естественно, ХВТ есть в OGSI-боксе. Следующая, очевидно, это Танкасы, потому что, ну, вы на самом деле всех троих в той или иной мере сможете использовать, потому что, ну, во-первых, это Харис с Даюкаем. Вот двое ребят, которые без ракеты, они спокойно идут с Даюкаем и счастливы. Танкасы дешевые, в ростере, ну, для них место будет. Это тяжпехи. А Мислу, в какой-то из моментов вы захотите, типа, поставить Аро-линг к Кейсоцу, и чтобы танк просто стрелял с Мислы, ну, есть такой вариант. Поэтому вот Танкасы тоже полезная коробка, в которой все миниатюры могут, и, ну, если играть много за Икари, то они будут использованы. И вот этот вот забавный момент, то, что по какой-то причине мы сейчас говорим только о японских коробках, которые, кстати, все очень полезны и нужны в самой Японии. Поэтому общая рекомендация начинать играть все-таки за Японию, за нормальную армию, за секториал, такой полноценный, сам в себе, с изюминкой, а потом, наверное, если очень захочется, попробовать Икари, но для этого уже требуется отдельная инвестиция. Еще напомню про саппорт-пак, ну, просто потому что саппорт-паки, они во всех, наверное, фракциях полезны. Японский саппорт-пак не исключение, просто инженер или просто доктор, он нужен в армии, потому что нет альтернатив, то есть нет всяких там монстракеров, всякого такого, фитлеров и прочего. То есть вам нужен просто дженерик с тринадцатым випом специалисты периодически, которые могут просто починить или просто полечить. Собственно, первый юнит Костяка Икари, который не связан с Японией в Уминге, универсальный юнит, собирается в Корлинки, можно использовать разных, парня с Панзерфаустом можно как хрельщика, на самом деле, отобразить тоже, ну, никто не разбирается в этих китайских, типа, оружиях. Не, ну, Панзерфауст красив, да, но есть же и отдельный хрель, если вам хочется докупить. Я его тоже посоветую взять, ну, потому что хрель — это валидный чойс, нужный чойс, но на первое время можно как бы и попроще сделать. Но в теории хрель тоже понадобится. У меня вот вся пятерка была. Следующий юнит — ремоуты. Ну, на самом деле, подойдут к любые ремоуты. Панокские, потому что, ну, они в Икаре как бы панокские, но если вы будете использовать китайских, например, как для Японии, никаких проблем не будет. Вишенка, вишенка на торте, Яньяни, можно сразу двух брать. Это отличный юнит, который, ну, не использовать Яньяни в Икаре очень сложно, потому что соблазн будет всегда. Поэтому они тоже в качестве каких-то начальных покупок обязательно нужны. Ну, в целом, все остальное уже, ну, как-то по наитию. Что ж, из магазина давайте уже перейдем к нашей армии. Здесь начнем с обзора наших фэр-тим. Первой на очереди наш любимый кейсоци из Японии, базовый пехот с десятым баллистиком за девять очков. Ну, и там, дополнительными закачечками все стандартные специалисты, лейтенант за полу-СВЦ. И, кстати, стоит обратить внимание на особенности Икаре, то, что здесь у нас из выбора лейтенантов вообще на весь секториал кейсоци с двенадцатым випом за девять и полу-СВЦ. Браулер с двенадцатым випом, но за пятнадцать и без СВЦ. И секьюрити шеф Арслайн, который появился в обновлении фэр-тим. Да, тринадцатый вип, да, НВИ, но без шокума, но за тридцать шесть очков. О, мой бог, как же это дорого. Просто чудовищно. Но, в общем, если до обновления фэр-тима на декапитацию мы брали нашего кейсоцу или браулера и просто умирали, то хоть сейчас у нас есть возможность не сдохнуть сразу шефом Арсланом. Она, конечно, вероятность крайне мала, но она есть. И в нашей базовой фэр-тиме кейсоцу туда же включаются до одного танка. Танка — это дешевая, тяжелая пехота японика. Раз можно взять ракету, либо какое-нибудь одноразовое оружие типа Фламеншпир, Блидзен с разными вариациями контендера, сабмашингана, лайтшотгана. Но максимум одну штучку. Также, наверное, сейчас прежде чем мы скажем про непосредственно саму фэр-тимус, это помните, какие тут вообще существуют валдкарты в общем во всей армии Икари. И это Баунти Хантер, обычный Баунти Хантер, не мотоциклетный. Мы их можем помнить по, например, Дашату, там, где они занимали большие части линков до этого, но в целом больше абсолютно нигде не используется. Это 12 очков, 12 баллистик, будь с реролом, сабмашинкой, может быть, как вариант. Все остальное очень спорно, на мой взгляд. Ты меня чуть позже поправишь, если это не так. Варианты взять до двух браулеров в любую из фэр-тим. Опять же, браулер — это вариант хакер-инженер-доктор за очень много денег с хреновым 12-м випом, либо МСВ-2-снайпер. Вот это именно то, что я бы рассматривал. И внезапно два диггера, тоже вэлдкарты. Что ты можешь нам сказать про базовую фэр-тиму Кейсоцу? Ну, она слаба. То есть, это использовать как какой-то активный линк, язык не повернется. Использовать его как защитную ракету в танкосах как вариант, но мне лично не нравится. В принципе, в Икаре все юниты достаточно дешевые, и забивать его просто вот такими как бы дешевыми Кейсоцу, которые там разбавлены, может быть, диггерами, там, брулером. Очень хочется. Поэтому я ор-линк Кейсоцу в целом не рассматриваю сейчас как что-то прям суперполезное. Могу признать, что можно взять его на РО, но проще перейти к следующей фэр-тиме. Ну, я бы сказал от себя то, что раньше вот до обновления фэр-тима уже в Н4. Это на самом деле был очень хороший линк. Вот я его сейчас накидал. За 800 очков мы получали и все виды специалистов. Ну, может, там еще запасной Кейсоцу был, чтобы заменить какого-нибудь папшего там, брулера, танка. И в теории даже можно было в активный ход разочек там из этой меслы куда-нибудь пострелять, ну, если очень требуется. Поскольку у нас в армии на самом-то деле большие проблемы с тяжелым оружием всегда были и до сих пор есть на самом-то деле. Нельзя просто так взять пулемет или рейл. Да, можно, но это очень специфический вариант и мы о нем поговорим чуть-чуть позже. И все остальное оружие у нас обладает короткой дистанцией и при этом не самым замечательным баллистиком без модификаторов. Вот Алексей может быть помнит как это было до Н4. По-моему Кейсоцу никогда не были хорошим линком. Понял, принял, переходим дальше. Но у них было определенное преимущество, они стоили лишь на одно очко дороже фонарика. Ну, я вообще соглашусь, но в Н3 я использовал действительно этот линк, потому что в Н3 была возможность иметь больше вот как раз вот этих ресурсов, которые идут вперед и добираются до врага. И тебе действительно хотелось лейтенанта Корлинке, даже если это был броулер, насколько я помню, тогда можно было как раз композиция было один броулер, один танка и там Кейсотсу, все остальное забивали. Прямо прописанной в ВЛ-карте не было. И тогда ты действительно брал танка с мислой, ты брал там броулера лейтенанта, например, или броулера МСВ-2, а Кейсотсу лейтенанта за там, по-моему, один, кстати, СВЦ единственное это стоило раньше, сейчас 0. Раньше, да, да. До сих пор помню. И тогда это имело больше смысла, потому что у тебя больше ресурсов идет просто на врага. И иметь хорошее, ну, просто что-то посидеть дома было классно. Сейчас такой надобности просто нет. Давайте посмотрим тогда на следующую фаер-тиму. И это, наверное, сейчас главная фаер-тима в Сия и Карри. Изюминка, как говорит котенок. Это фаер-тима вумингов. Наша тяжелая базовая пехота, ну, как наша, это тяжелая пехота имперского сервиза, армия, которая сейчас тоже out of production, устарела, древнейшая, хотя вот вуминге до сих пор существуют в Икаре. Это 13-ый баллистик, четвертая броня, без каких-либо дополнительных правил. Вот, это все, что нужно знать про эту тяжелую пехоту. Ну, разумеется, две фунды, но 13-ой физики ничего особенного. 4-4 мув, то есть старый, не 6-2. Тут есть возможность взять прикольные закачки, типа boarding shotgun firewall-6, обычный пулемет, chain rifle сабмашинган, HRL с дробовиком, multi-reflash с grenade launcher и EM grenade launcher. И когда-то давно это было, на самом деле, очень круто. А сейчас мы берем Harris или Core вумингов, минимум один вуминг, и к ним мы также можем добавить клипер-дронбота, нашу смарт-меслу, помимо, собственно, обычных вайл-карт. Какой линк вумингов ты бы рекомендовал собирать? Какие их закачки и вообще? В какой комбинации? Ну, собственно, самое важное для меня это всегда иметь двух нужных вумингов в зависимости от задачи, которую должен выполнять фэр-тима. Разные миссии, разные задачи. Когда-то ты хочешь иметь просто условно атакующий линк вумингов, то есть тебе нужен heavy weapon, это либо хмг, либо хрэл, я люблю хрэл, потому что ты его можешь если что на аро поставить, если не ходишь первым. И иметь гранат-лаунчер всегда полезно, потому что на самом деле у него еще и мульти-райфл. Мульти-райфл, ну, оружие для зачистки, оно не самое плохое. У него есть хотя бы АП-патроны. У него есть, да, патрон на аро, ну и так далее. Дальше сама суть вот этой фэр-тима в том, что ты ее миксуешь. Два диггера это прекрасный choice, чтобы разбавить. Они стоят ничего. За то, что они делают, они стоят буквально ничего. И пятым можно взять либо, например, браулера лейтенанта, чтобы, ну, композиция была, либо просто баунти-хантера, потому что он стоит 12 поинтов, он самый дешевый. И это удешевляет общий линк. То есть линк выходит, ну, не то чтобы дорогой, типа, 100 поинтов за 5 моделей, при этом у тебя 4 модели в линке, это двухфундовые модели, которые, ну, с одного чиха обычно не умирают. У них есть оружие, и так далее, и тому подобное. Альтернативные варианты, если ты хочешь что-то более специализированное подмиссии, тогда можно взять вуминго с тяжелым оружием, взять вуминго с тинботом, взять смарт-меслу, взять, например, диггера и броулера-хакера. Тогда получается, ну, такой ударный юнит, который может выполнять задачи. К сожалению, броулер это самый, наверное, популярный хакер, которого мы можем себе позволить. Он линкуется, и, ну, хоть как-то защитить его 12-й VIP, ну, тинботом только, ну, это единственный вариант. Тоже, ну, хороший линк, потому что у хакеров во многих миссиях есть бонусы на нажатие кнопок, там, в других миссиях можно взять инженера броулера, если у него там бонусы, или доктора на, напомним, миссию, где эти сапплай, криогеники. Да. Вот, то есть, и в целом получается, что вот эта фэртима вумингов, она очень разная каждый раз может быть, и в этом ее плюс. Нестандартный набор вооружения заставляет нас, ну, что-то придумывать каждый раз. я вот сейчас смотрю на способы доставки питчеров и репитеров, которые у нас вообще есть в армии, и на самом деле единственный вариант, на мой взгляд, это друз хакер, причем, наверное, в Харрисе с кем-нибудь, и только с вайлдкартами имеется в виду, поскольку друзы, к сожалению, с Харрисом, с этими товарищами не входят. Но могут быть в том же Харрисе с клипером, поэтому лично мне кажется, брать броулера-хакера вумингов смысла особо нет. Если уж нам очень хочется играть с мертвыми слой, и мы думаем над тем, что это на самом деле одно из лучших оружей в этой армии, то мне кажется, мы обязаны взять друзы в Харрисе. Но броулера есть возможность побыть вместе с тинботом, да, может быть, это вот очень важный момент. Да, это действительно очень важный момент, потому что как раз друза ты можешь взять подешевле КХД-шного, и у него все еще будут питчеры, и он все еще в Харрисе, тоже с смарт-мислой. Почему бы не доплатить два дополнительных очка, и не взять обычного друза, который еще ветеран и с 13-м випом просто иметь двух хэкеров? Как вариант. Икари, ну, опять же, тебе придется что-то придумывать на буквально каждую миссию. Нет такого, что ты можешь взять условно вот такие фэртимы и сыграть две разные миссии прям суперспокойно, тебе нужно будет чуть больше подтачиваться в плане роста обязательно. Ну, на мой взгляд, это уже большевка софщина, но, да, вот, вариант про вумингов мы уже услышали. Ты рассматриваешь ли ты вуминги с композицией, именно пятерку вумингов. Хотя, это стоит 150 очков, о чем я спрашиваю вообще? Ну, ты сам ответил на свой вопрос. Я рассматриваю, я даже играл фуллингом вумингов, да, это, ну, прикольно, типа, 16 баллистик, тяжпехи, но 150 очков. И при этом у тебя нет хороших специалистов, у тебя есть только флошник, ну, ну, ты понял. Ну, честно говоря, если вы хотите вумингами играть, то, наверное, просто не в этой армии. Да, даже в той другой армии, мне кажется, тоже особо нет. Не, ну, в той армии можно хотя бы реально прикольных специалистов набрать, которые защищают линк. Харрис Дакиней какой-нибудь там, да, еще что-нибудь интересного. Ну, еще и Харрис Дакиней влезет, вообще же кайф. Да, влезет. Что ж, здесь переходим к следующей фар-тиме. Танка Фэр Тимс, Дуо Харрис, Дуо Трех Танка и Дээкай. Да, собственно, наверное, мы берем Дээкай с Ред Фурей, двух танк каких-нибудь на вкус и цвет, я не знаю, дробовик и шаблонный Фламин Шпир. Вот у нас замечательный Харрис, который дает, на самом деле, плюс кубик Дээкайу, и при этом сам по себе танк, даже как одинокие тяжи бегающие по столу, все еще не самый плохой вариант. Ну, лучше с Шатганом тогда его брать. Да, все так, это, ну, чуть ли не лучший Харрис, который можно себе позволить. Дээкай отличный юнит, который плюс один дэмэдж, он любое оружие делает конфетку, а танкосы, я обычно беру именно с Шатганами оба, ну, потому что в нынешней мете Шатганы слишком сильны, и ты можешь себя лучше обезопасить. На самом деле, я, у меня были варианты Ростера, которые себя тоже неплохо показали, вот да, ты правильно показываешь на Диггера, вместо одного из танкосов можно взять Диггера, и этот Харрис становится похожим на японские вот эти Харрисы, напомню, там вот, когда ты берешь Дамар, там, типа Каракури и Юрика Оду, и у тебя как бы Харрис, он примерно разное может делать. Диггер имеет гранаты, это прикольная возможность спекулятива в случае чего, и он имеет путь, он может там наролять себе еще какое-то интересное оружие, и в итоге это действительно очень, очень дешевое количество, ну, очень дешевая стоимость за количество вунд, которые просто идет вперед, и идет, достаточно хорошо. И все могут драться, да, но ты сравнил, конечно, их с Юрика Одой, я бы с Юрика Одой сравнил бы тут броулера-инженера, по-сих, господи, сравнивать его с чем-нибудь, и проиграл бы сравнение, но это все еще возможный вариант тут хотя бы хоть каким-то образом добавить специалистов этот Харрис, ну, или доктора, или на самом деле даже хакера, поскольку 17 очков стоит всего лишь в кавычках очень дорого за хакера, за такого, конечно, да. Ну, это правда, но факт остается фактом, вот этот Харрис, он хорош, вот сам по себе два танка ДЮК, ну, это просто, это, ну, работает. Следующая очередь ФРТима у нас, ну, ну, и танка ДЮК, раньше-то не было, но теперь совсем новая, из юнитов, которых просто, в принципе, не существовало в этой армии, это Друз ФРТимс. Здесь Друзов АВА-4, по какой-то причине, но при этом не могут собираться только в Дуу в Харрис. Напомню, что Харрис и Корр у нас всего лишь по одному, то есть мы не можем собрать там две ФРТима Друзов. Зачем их АВА-4? Ну, потому что захотели. Можем взять Друзов, Арслана, который считается Друзом, хотя, зачем нам композиция родить бонусный дискавер, ну, пусть будет, и Тао Ву, и также Клиппер Дронбота. Ну, и помимо наших Вайлдкарт, которые, кстати, и Броулеры, и Диггеры тоже считаются Друзами, как Друз Байрам в Секьюрити Секторе. Да, ну, на самом деле Друзы неплохой Харрис. Опять же, мы уже говорили по поводу питчеров, это всегда валидный вариант иметь хакера, иметь меслу в том же Харрисе. Таову также хорошо влезает в эту всю композицию, потому что он может замисдиректить. Если ты хочешь вторым, поставить его как там Друза с ХМГ, оппонент будет напрягаться. Поставь его как Броулера Лейтенанта, серьезно. Никто не будет напрягаться от Друза ХМГ, поверь мне. Я сейчас играю Друзами там, где Друз ХМГ в композиции в полном коре. всем так пофиг, всем так на него наплевать. Хотя на самом деле это все еще ХМГ с плюс дамагом и с Иксвизером. То есть что-то он убить может, не отрицаем. Да. Или можно просто взять Тиггера. Он дешевый. Или двух. Или двух. Как вариант. Ну, это чисто бодигарды для нашего хакера, который будет на вес золота. Ну, на самом деле вся задача этого Харриса в этой армии это исключительно бросить питчеры. Если вы не хотите играть через меслу, наверное, этот Харрис вам вообще не понадобится просто никак. Абсолютно так. И иметь хакера с 13-м випом, а не 12-м. Ну, да. Это как бы за компанией. Хакер, кстати, не самого плохого. Чего я не могу отрицать, Друз Хакер действительно неплохой хакер. Потому что он игнорирует и залейт. Третий БТС все еще третий. Не супер, но и не фузелер как бы хакер. А вот пулемет, конечно, ну ладно. Следующее Fireteam. Scarface Fireteam. Эгей, здесь можно поиграть с Scarface и его можно взять в дуо с Кордели и Тернер. Здесь разрешено, например. Я ведь правильно помню, что в какой-то из армий где-то есть Scarface, но при этом в Fireteam чарте там нет Кордели. Хотя ты их обязан взять всегда двоих покупать. Мне кажется, ты что-то путаешься, Старко, по-моему. Мы это на фоне дабл-чекнем, а пока идем дальше. Да, когда-то был такой период, короче, когда нельзя было брать. Это было очень забавно. Может, сейчас везде поправили. Сюда же можно включить Moatheiser Bounty Hunter, чтобы, как европейцы очень любят, как они говорят, слингшот Bounty Hunter вперед, когда вы тагом идете и стреляете, а в это время Moatheiser вперед перед тагом выезжает на свои 8 дюймов, и, короче, а потом он уже активируется и бьет кому-то морду. Moatheiser Bounty Hunter, серьезно? Не, может, двумя чейн-кальтами снимает, я не знаю, снайпера с крыши. И Triphammer, который может в дуо двумя тагами бегать. Ага. Ну, я не знаю просто, нужно ли комментировать эту Scarface Fireteam, но это таги. Ты все правильно понял, не нужно. Пошли дальше. Scarface нету Scarface, кстати. Значит, Fireteam'а, Krakot Duo, Krakot Renegade с Fireteam, опять же, Duo нафиг не нужно, на мой взгляд. То есть, нет такого сценария, в котором я хотел бы, чтобы Krakot'ы получили кавер, по какой бы то ни было причине. Но Krakot'ы и Kendrat, доступные здесь юниты, они в целом очень неплохие сами по себе на Scoring Zone, ну и как просто регулярные берсерки, которые могут еще и там пострелять шаблонами. Ну, как Duo, они действительно имеют мало смысла, но смысл есть небольшой. Если вдруг у тебя есть в ростере два Krakot'а или Krakot'а и Kendrat, и ты ходишь второй, и ты ими где-то лег, и они на одном фланге, то у тебя просто есть возможность им дать кавер. Бесплатно. Потом ты все равно этот Fireteam разобьешь, потому что ты захочешь на импетусе пойти. Но если вдруг такая ситуация, например, с варангиенами у меня иногда такое происходит, то они просто рядом, чтобы им не дать кавер. Ну, как вариант. Ну, все, это единственная такая... Ну, да, да. Кстати, пока мы здесь, по какой-то причине я заметил, что у Krakot'а у него значок вот нормальный, красивый, такой, с насыщенными цветами, чуть побольше. А Кендрат тот же самый значок, который меньше размера, ему вообще-то такой бледный, типа, такой, ээээ, больной черный цвет. Ладно, это... Ладно, по какой-то причине, в общем. Вот мы и закончили с нашими Fireteam'ами. Даже не знаю, что сказать, какая-то грусть, печаль, на самом-то деле, потому что мне кажется, что раньше было лучше. А с другой стороны, ничего не поменялось, более того, даже добавили новых Fireteam. И раньше действительно было лучше, несмотря на это все. Эх. Давайте посмотрим на ростера. В первой очереди у нас ростер под названием Просто Ракета. В первой группе у нас Вуминг Борзин Шотган Стимбот Фейерволл минус 6, Вуминг Хэви Рокет Лаунчер Лайт Шотган, Смарт Месла, наш ботик с ними в Фаер Тиме, Броулер Хакер, опять же с ними, разумеется, Баунти Хантер для удешевления этой потрясающей Фаер Тимы, и чтобы был пятый товарищ. Хотя, на самом деле, я бы не сказал, что так необходимо иметь пятого, потому что даже если у нас кто-то умрет на АРО, и у нас все равно нет пятого, ну, их останется трое, окей, могут что-то попробовать поделать, боевать, в каком-то смысле, хотя без второго тяжелого оружия иметь какого-либо запасного члена Фаер Тима, мне кажется, не имеет смысла, поскольку Вумингворден Шотган, Месла и Хакер отвечают у нас исключительно вот за одну эту комбинацию с похакать-пострелять, но Смарт Месла все еще может стрелять прямой наводкой, не забывайте. В первой же группе им помогает Арман Льмуэд с Визером, Йожимбо, Друз, Киллер, Хакер с двумя Диггерами, Киллер, Хакер, потому что он дешевле, чем обычный. Во второй группе у нас Каракури, одинокая Каракури робот из Японии, напомню, что это три структуры Total Immunity МК-12, может походить пострелять еще в Форд-Обзервер. Кисо Ца Лейтенант, Кисо Ца Аббанка и два Яньяня, падают с неба или заранее ставятся на стол, чтобы походить и покидать дымы. На самом деле для этого я бы иногда рассмотрел все-таки не Яньяни, а Деспирада. Вот мне лично Деспирада очень нравится, несмотря на то, что они подорожали, было, по-моему, раньше пять очков, но они и меметизм получили. Шесть, шесть все-таки, окей, на одно очко, но они и меметизм получили, как и все байкеры, собственно, в этой игре. Ну, тут логика на самом деле довольно простая. Во-первых, Диггера и Меслу на самом деле местами можно спокойно поменять, потому что, ну, очевидно, Диггера лучше вперед отправить и так далее. И Деспирада действительно, ну, как бы, хороши. И в Икаре как раз-таки из-за того, что всего очень, все очень такое, вот, как бы, ну, вот, как бы нормально, но недостаточно. И поэтому вариации ростера могут быть, ну, на самом деле, абсолютно разные. Это такой, типа, простой вариант, как попробовать поиграть, например, с смарт-мислой, потому что хакер в линке это специалист, очевидно, Питчера есть, ее жимба с дымами есть, Янь-Янь если что, упадут, Кракури сама по себе, как вот такая стендалон, она, она магет. Она может держать удар, она может пофуошлить даже кого-то подсветкой, прости господи. Но вот такой получается небольшой костяк, то есть есть линк, который идет вперед, есть харис, который стоит поодаль, который если что, закинет Питчера, есть хороший аро-юнит армант, есть атакеры в виде каракури, ежимба, Янь-Яней. Ну, и сказать, добавить больше нечего, потому что лист, в общем-то, очень простой. Взяли все, что у нас есть и пытаемся идти воевать. Получилось замечательно, не получилось, но у нас есть еще варианты. Получится в следующий раз. Да. Вторым вариантом в данном случае выступает ростер ракета плюс карта. Ну, а вдруг вам карточки понадобится сделать, на турнире кнопки нажимать придется, придется взять специалистов. Здесь со специалистами, конечно, есть свои проблемы. Мы уже говорили о том, что, может быть, было бы интересно. Я, это я говорил. Не мы, я. Я такой отбитый. Брать с собой браулеров, специалистов, какие-нибудь Харрис и идти вперед, жать кнопки, но, наверное, в общем, это интересный вариант, но не тут. В первой группе у нас в ракета плюс карты ростере клипер, дронбот, месла, два блуминго, бординг-шотган с фирволом, хрэл, тот же самый, в общем-то, корный линк, браулер-хакер, баунти-хантер, диггер. Дальше у нас друс-килер-хакер, Тауу-мастер-майнд, ну, и вот этот диггер они образуют, Харрис, Каракури, Йожимба. Во второй группе одинокий кисоцый лейтенант, токусоцый эсэй доктор и токусоцый хакеи инженер с ботиками, это наши японские стандартные доктор-инженер, Янь-Янь и на сдачу кисоцый форд-обзирвер. Я вижу, что тут карты на самом деле кажется, делаются не все, потому что здесь нету визора и сенсора, и все-таки я бы поискал очки, чтобы вклинить вместо вот этого товарища, может быть, даже вместо Яуза, я даже не знаю, как-нибудь так-так, вместо Яуза, вместо Яяня взять Деспирада и обязательно взять пасфайнера на океанского и вот тут лезет Деспирада, ради дыма, сосал пистолетом плюс бёрст, вот. Поскольку нам всё-таки нужен этот сенсор, это всё то же самое форд-обзирвер, который значительно лучше, чем кисоц. И ну, я знаю, плюс переказ в текущем сезоне, так-то вообще неплохой, чуть ли не лучше, чем все остальные в икаре. Да, ну, смотри, тут всё примерно понятно. Единственная тут главная фишка, это надо, чтобы обязательно был сервант у инженера, потому что лучший вариант сделать тест раны, это пойти инженером с сервантом, типа, серванта подорвать на мини и починить его. А как же каракури? Ну, каракури обычно, обычно, она, ну, не всегда есть возможность её починить, но, она как альтернативный вариант, потому что самый простой вариант, ну, представим ситуацию, что вот у тебя там highly classify, у тебя там четыре карточки, и тебе надо тест ран, или контрмеры, неважно, контрмеры, даже лучше вариант, тебе нужно сделать эту карточку, ты просто реально можешь быстренько добежать ботиком и сломаться. Каракури может сделать всё то же самое на другие приказы, тоже как вариант. Но, каракури может и посейвить, у неё броня побольше. Я узнал, скорее провалит сейв от мины. В целом, визоров здесь действительно нет, но визоры в кари это либо ты берёшь рюши, либо лемуэта, либо браулера снайпера, а все они стоят прилично, на самом деле. А в другом раскладе можно, на самом деле, все юниты плюс-минус поперебирать, потому что здесь зато других карточек можно выполнить с запасом. У тебя есть хорошие черекторы, у тебя есть куча тяжей, у тебя есть инженер, у тебя есть доктор, у тебя есть ФПО. В этот ростер на самом деле можно ещё как-то впихнуть недюк хакера и так далее и тому подобное. Но как именно костяк, то есть тут опять же диггера с клипером поменять, я не знаю почему, я просто начинал ростер составлять с клипера, как обычно. начинаешь составлять ростеры со смарт-меслы, всё с тобой ясно. Я переиграл на White Company. Я на всякий случай замечу, что у Pathfinder есть сенсор, поэтому он вместо очков. Ну да, 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 то есть Pathfinder на самом деле действительно хороший вариант, я о нём не вспомнил. Потому что очки не нужны просто, да. Я о нём просто не вспомнил на самом деле, потому что ну тогда ещё и не было сезона с доп. приказом, а сейчас Pathfinder с доп. приказом, с Marksmanship'ом, ECM-хакингом, это действительно отличный choice, особенно в Икаре, в котором специалистов хороших очень мало, и в целом он много чего может сделать. Ну и последним нашим вариантом ростера на сегодня, а да, опять же, если вам захочется что-то поменять, например, маленький корвумингов со спецом бежит вперёд, маленький Харрис с друзом тоже бежит вперёд, и там, я не знаю, что-нибудь пересобираются, ДК и танк со спецами, всё можно сделать, в целом, на самом деле, в этой армии всё влезает. Вот что про неё можно сказать, она достаточно дешёвая здесь, можно набрать огромное количество, очень дешёвых и регулярных приказов. И в целом, не таких уж и плохих, ну, то есть, пара Деспирада, пара, там, один какой-нибудь янь-янь, и уже у нас много свободного места, одна лампочка, там, и варкор. И в целом, с этим можно жить. И последний ростер, у нас называется плюс-минус, это вот как раз интересные варианты фаер-тим, так сказать, походить, повоевать. В первой группе у нас Дея Кай с Ред Фьюри, с двумя танка Блидзен Шотганы в одном Хариусе. Далее у нас Вуминг ХРЛ, Вуминг Мульти Райфл Грэнт Лаунчер, два Диггера и Броллер Лейтенант в Большом Коре, одинокий Янь-Янь, Руи Ши со Спитфайером, наш МСВ-2 Ботик. И во второй группе Баш и Базук Спешлист Оперейтив, наш десантник, который выходит с краю стола, ну, в углопроекторе Голомаске, Рифла Лайт Шотган, можешь кнопку нажать, если повезет, конечно, 12 ВИП такое, Ниндзя, Киллер Хакер, Янь-Янь, еще один запасной, Йожимба и Варкор. Вот это ростер ЭЗТИС, то есть это какие-то условно-стандартные кари. И опять же, вот, есть Рюши, это просто, ну, МСВ-2 Чойс, если, ну, потому что у нас есть Йожимба и Дым плюс МСВ-2, ну, это, типа, комбинация нулевого уровня, ну, которая может просто работать. Рюши можно заменить на Людуане, без проблем. Опять же, Башибузук специалиста можно, если не нужен специалист, можно заменить на вариант с ЕМ-минами, он тоже очень даже хорош. Башибузуки, ну, как показывает практика, и сейчас их бесплатно выдают, они, они действительно хороши, они хорошо работают. А в остальном все супер просто, все супер понятно у тебя дешевые двухундовые юниты. Вот, важный момент ты отметил, что все карие влезает, потому что оно все плюс-минус дешевое, но это и минус главные карие. Нет хороших, дорогих юнитов, которые ты бы хотел бы взять, которые были в чем-то лучше, чем условные аналоги других фракций. Ну, наверное, кроме Даякая, который не то, чтобы супер крутой тяжпех, будем честны, и здесь он линкуется не в коре, а только в харисе, и каракури, который на самом деле ни с чем не линкуется в этой армии, поэтому, наверное, нет. Нельзя ее считать супер качественным юнитом. Да, то есть в Японии каракури прекрасно, ты еще берешь харис, причем хороший харис, где ты можешь взять таковарного Ояму, и инженера, который чинит прям на ходу тебе, причем инженер-то хороший, Юрий Коода. А тут Альфа-Сида можно взять, ну, Трипхаммер. Трипхаммер, даже таги, ну, типа, не самые лучшие. Нет, ну Трипхаммер, да, кстати, не иронично, мне кажется, можно поиграть. Ну, это все еще таги. Ну, АП есть, баллистик 13, бегает 6-4, ревунды, блин. Ну, хоть немедленный, хоть не анаконда, да. Ну, тогда бы, я бы, не иронично рассмотрел Скорфейс, но, к сожалению, Корделия за 17 его немножко утягивает. Все еще дуо, которое таскают за собой специалисты-инженер. Че, блин. ну, это все еще таги, мы сами понимаем. Проблема в том, что это лучшее тяжелое оружие в нашей армии. Это АП-пулемет на Скорфейсе. И это, это буквально правда. То есть, здесь нет ничего, что было бы настолько же бочным, как 13-й баллистик АП-ХМГ. Ну, насколько АП-ХМГ нужнее Спитфайра, очень зависит от сеттинга, мне кажется. В том же ТТС, как будто бы Спитфайр тоже плохо работает. Ну, часто пулемет хотелось бы. Плюс можно МСВ найти. Скажем так. Да. Или пулемет найти. На Трипхамере действительно можно, нет, пулемет на Трипхамере нельзя найти. А, это уже поменяли. Да, там, к сожалению, вот в этой бутичарте можно найти плюс бёрст, поэтому если вы берете Трипхамера с дробовиком, надеясь найти пулемет, вы находите плюс бёрст, стреляете тремя шаблонами. Круто вообще. Вообще круто. Вообще неплохо, да. Можно мультиснайперку найти? Мультиснайпер было бы весело. Блин, снайперка тоже кайф. Вот. Но это такое, это уже из разряда фантастики. Как повезёт, как говорится. Умеете кидать кубики? Ну, что? Хорошо вам будет играть Иза и Харри тоже, наверное. Не уверен, честно говоря. Ну, там надо будет очень постараться кидать кубики. Я бы, я бы наоборот сказал, что если вы очень плохо кидаете кубики, что стреляя там пять кубов по пятнадцати вы попадаете всего два, то вот за Икарий будет классно. Вы не переплачиваете за этот доп. баллистик. Вы стреляете, как бы, что так два раза попадёте, что так два раза попадёте. По-честному. По-честному. Я тебя кританул, а ты не посейвил. Да, да, да. Но, опять же, зато в Икаре можно действительно играть практически любым юнитом, который здесь представлен. потому что под какие-то задачи он может быть лучше или хуже. Ну, альфа-сид это, ладно, это смешно, но там, лимуэта взять неплохо. То, о чём я бы хотел сказать. Фа-сид, я тоже хотел сказать, да. Мы такие сидим в Симафелье, акшили. Как любым, да, есть совершенно явный вариант, каким нельзя. Вот, а всё остальное действительно здесь нет откровенно типа мусора. Ну, ладно, куб-ягер ещё. это я не люблю куб-ягер, это всё ещё специалист-десантник. По-моему, Арман Лемуэт всё ещё автопик всегда вообще. Вот это то, что я хотел заметить. Ну, я не вижу, тут его не брать просто. Это всё ещё 40 очков за одноразовый шестой мимитизм и тринадцатый баллистик, но это хороший юнит, Раньше, когда я играл через Закаре, он был во всех моих расторах, он реально очень неплохо воевал. помнится, в активный ход ходил, стрелял по вражескому альфа-сиду. Кажется, я просто сгорел от него. Или что-то там было ещё забавное. Мне кажется, это был плохой сон, и ты проснулся, Тимофей. Нет, к сожалению, эта игра записана, это была IGL какая-то бородатая. Но я там занял неплохое место, играя за Икари до 30-м апдейта. Да. Ну ладно, это был страшный сон, действительно. Больше не хочу играть Икари. Никогда. Даже сейчас, посмотрев на всё это. Даже? То есть, то, что тебя отговаривали на протяжении какого времени? В общем, подводя к концу нашего обзора, играйте, товарищи, за Японию. Хорошая, красивая армия. А если вам станет совсем скучно, ну там, за Китай поиграйте, не знаю, сервису. Игрят интересная фракция. Очень весёлая, по крайней мере. Да. Да. Ну, Икари это, к сожалению, по моему личному мнению, это самая слабая фракция в игре. Я единственное, не могу там сравнивать с солными французами, но вспоминая, как Дима просто французами всех побеждает, или Никей, я вот скажу, Икари действительно один из самых слабых секториалов. К сожалению, X Fairteam, то, что у них нет композиции, очень сильно по ним бьёт, потому что юниты в среднем такие середнячки, им нужно что-то, чтобы как-то становиться лучше. И без композиции, без троп-баллистика это уже большие проблемы. Специалисты с 12-м випом, которых тебе приходится брать, лейтенант, который на любом декапитейшене просто труп, по факту. и у тебя всегда 12-й вип на инициативу юнитов дорогих и прям хороших, которые ты бы хотел взять. Их либо нет, либо их очень мало. Но зато действительно из-за того, что всё влезает и Fairteam можно миксовать диггерами и браулерами и баунтика. Есть интересные чойсы и можно делать действительно разные ростеры. Просто скорее всего ни один из этих ростеров не будет прям суперкрутым, который любую другую фракцию об колено поломает и будет иметь преимущество. Как бы так помягче сказать, что любой ростер будет говном. Неиграбельным, неиграбельным, Тимофей, так правильно говорить. Неиграбельным, да, да. Честно, честно ради всё ещё можно выигрывать и типа есть чем играть реально. Да. То есть это, не знаю, у французов в сторону там четырьмя шассёрами можно играть. Возможно вся фишка Infinity, что вы любой хернёй можете играть и выигрывать в принципе. Это база. Это абсолютно так. Играйте всякой хернёй, да, и выигрывайте. Да, на этой позитивной ноте мы заканчиваем на сегодня, видимо. Спасибо большое, Михаил. Да, спасибо, что позвали. Спасибо большое нашим слушателям, особенно нашим платным слушателям на Boosty и магазину Love&Ork. Да, мы искали хором, совершенно точно не проплаченная часть. Да. Всем удачи. Всем пока. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok